Украина презентовала Крымскую платформу ОБСЕ и предложила присоединиться к ней. Заместитель министра иностранных дел Украины имени Джапарова презентовала ОБСЕ украинскую инициативу под названием «Крымская платформа». Она рассказала о цели, структуре и планах работы Крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. Джапарова предложила странам-участницам ОБСЕ присоединиться к Крымской платформе и принять участие в инаугурационном саммите, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года. «Очень важно совместно искать ответы на весь комплекс последствий временной оккупации Крыма и держать эту проблему в постоянном поле зрения международного сообщества», — пояснила она. Кроме того, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко представил ОБСЕ факты, которые подтверждают милитаризацию оккупированного России Крыма и региона Черного и Азовского морей. Страны ОБСЕ в ответ подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, решительно осудили нарушение прав человека в Крыму и его милитаризацию. Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский запустил подготовку к саммиту Крымской платформы. Он создал организационный комитет. Кроме того, Украина надеется, что президент США Джо Байден примет участие в саммите Крымской платформы.